Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект изучения ПЛК-контроллера, электронику и электротехнику. Сегодня продолжим наше знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это ПЛК-50. Вот так выглядит данный контроллер. На официальном сайте конструкторского бюро Агава можно ознакомиться с его характеристиками. И давайте продолжим реализацию проекта по автоматизации досветки в теплицах. Напомним, мы будем включать досветку по секциям. Досветка будет поделена на секции. Это необходимо для того, чтобы не было резкого повышения температуры при включении большого количества ламп. Обычно в тепличных хозяйствах используют наклевые лампы. Они выделяют большое количество тепла. И чтобы не было резкого скачка температуры, мы будем делить досветку на секции и включать секции последовательно. Также для того, чтобы не было резкого понижения температуры, мы будем досветку по секциям последовательно отключать. В прошлых видео мы реализовали вот такую визуализацию. Это у нас время включения досветки, уставка час, уставка минута, интервал включения в минутах. То есть с каким интервалом будут включаться секции. Ну и давайте теперь реализуем задачу по заданию уставок время отключения досветки. Нажмем Shift на клавиатуре и выделим вот эти вот объекты визуализации. Дальше произведем копирование и вставим. Переместим в левую часть визуализации наши объекты. Ну где-то вот так вот. И давайте здесь, вернее переместим в правую часть объекта визуализации. А вот эти вот объекты визуализации, которые находятся слева и относятся у нас к уставкам включения, переместим левее. Также переместим кнопку активировать. Здесь вот я, наверное, не очень корректно вставил, поэтому произведу выравнивание элементов сверху. Нажимаем Shift, выделяем элементы и производим выравнивание. Дальше сохраняем проект. И теперь нужно изменить здесь уставки. Здесь у нас будет время отключения. Уставка час, уставка минута и интервал отключения в минутах. Выделяем наш скругленный прямоугольник. Заходим в свойства. Находим текстовую переменную. И здесь видим час включения досветки. Эту переменную нам необходимо заменить на переменную час отключения досветки. Также уставка минута. Заходим в свойства. Здесь выбираем минута отключения досветки. Здесь заходим в свойства данного элемента визуализации. И интервал. Интервал отключения досветки. Нам необходимо найти переменную. Интервал отключения досветки. Ок. Давайте попробуем произвести компиляцию. Сохраним проект. Зайдем в устройство. Произведем сканирование сети. Наш контроллер обнаружен. Выделяем его. Нажимаем ОК. Дальше возвращаемся к визуализации. Загружаем программу в контроллер. Подключаемся к контроллеру. И загружаем программу в контроллер. Здесь вот я в прошлом видео задавал час, минуту включения и интервал. У нас это энергонезависимые переменные. Соответственно я отключал контроллер. Сегодня включил его. И энергонезависимые переменные у нас сохранились. Теперь нам необходима уставка час отключения досветки. Уставка минуты отключения. И интервал отключения в минутах. Здесь вот для удобства я сделал, чтобы интервал включения и отключения задавался пока в секундах. Потом мы это исправим на минуты. Возвращаемся к визуализации. И задаем интервал отключения. Ставим единицу. Но это у нас будет пока не минута, а одна секунда. Ну давайте уставку включения поменяем. Сейчас у нас можем посмотреть время в контроллере. 12.13. Давайте здесь поставим 12. Здесь пусть будет также отключение 12. Но это нам нужно только для того, чтобы пронаблюдать работу нашей программы. Уставка минута включения. Ну пусть наверное будет... Здесь пока поставим 15 минут. Отключение 16 минут. Давайте вернемся к программе. Здесь активируем включение. В прошлом видео вы наверное видели, что мы ввели переменную для активации включения. Вот она активная. И смотрим. Минута включения до светки 15 минут. 12 часов. Секунды пока... Давайте здесь наверное сделаем 0 секунд. И здесь также мы сделаем секунды 0 секунд. Так и осталось минут отключения 16 минут. И час отключения 12 минут. Возвращаемся к визуализации. Смотрим. Сейчас у нас будет... Когда будет время 15 минут. У нас должны включиться последовательность секции. Поскольку мы задали здесь всего лишь одну минуту. Но для удобства наблюдения это у нас будет 1 секунда. Потом поправим. И смотрим. Сейчас должно будет произойти включение секции. С интервалом в 1 секунду. Так, 12 часов 15 минут. Все активно. Но почему-то... Включение не произошло. Давайте пренаблюдаем по какой причине. Прилосимый RG. Так, час совпадает. Секунды я не сделал отладкой записать значение. Но теперь уже секунды прошли. Соответственно будем ждать пока будет 50 секунд. Время. 50 секунд. 12 часов 15 минут. И сейчас будет 50 секунд. И вот у нас начинается последовательное включение досветки. В реальности интервал будет примерно... Интервал будет примерно у нас 15-20 минут. А сейчас у нас произошло последовательное отключение досветки. Почему? Потому что у нас уже 16 минут. Ну, давайте зайдем в PLC PRG. Сделаем отладку, записая значение. Пусть это будет 0 секунд. Возвращаемся в визуализацию. То есть вот здесь вот нам нужно будет тоже, наверное, сделать какую-то блокировку, что значение вот этой уставки не может быть меньше, чем значение вот этой уставки. То есть включиться должно пораньше, а отключиться попозже. Итак, давайте здесь сделаем, допустим, 17 минут. В 17 минут будет включение. И в 18 минут отключение. Итак, сейчас у нас будет 12.17. Произойдет отключение. Итак, вот у нас последовательные секции включаются. А в 12.18 у нас секции последовательно начнут отключаться. Сейчас мы еще сюда добавим элемент визуализации, с помощью которого будем производить переход на окно сервис. То есть там мы будем задавать сервисные настройки, сможем настраивать часы реального времени контроллера. Также там можно будет ввести какие-то дополнительные настройки. Может быть у вас есть какие идеи, чем можно дополнить данную программу. Итак, сейчас будет 12.18. И вот у нас последовательно отключаются секции досветки. Эта программа будет очень удобной, так как в тепличных хозяйствах мне приходилось дежурить на досветке. И вот обычное включение секции происходит ночью. То есть нужно пронаблюдать. Встать поздно ночью, прийти, включить досветку, пронаблюдать, что секции последовательно включаются. Потом проследить, прийти, отключить досветку, проследить, что секции последовательно у нас отключаются. Вернее, не последовательно отключать, а вручную. То есть нужно ночью прийти, включить одну секцию, подождать 20 минут, включить другую секцию и так далее. А потом уже прийти в определенное время и отключить одну секцию, потом отключить другую секцию. то есть такой вот такая работа которую можно легко автоматизировать и это будет хорошо работать ну давайте добавим еще один элемент визуализации возьмем базовый элемент это у нас будет скругленный прямоугольник здесь вот пропишем текст сервис откроем свойства и сервис текст свойства текста сделаем цвет текста потемнее дальше шрифт шрифт пускай будет где-то 18 был жирный times new roman ok ну даже можно сделать еще крупнее текст предположим 24 свойства снова вернемся цвет нормальное состояние ну давайте выберем пусть какая-то кнопка будет вот такого цвета или вид зайдем вид элемента сделаем ширину линии 3 вот так выглядит данная кнопка можем нажать shift выделим эти два элемента и сделаем по длине по ширине и выровняем слева дальше заходим свойства конфигурация ввода одно нажатие и здесь мы выберем открыть визуализацию нажимаем на эту стрелочку перемещаем и здесь нам необходимо выбрать какую визуализацию мы будем открывать формы здесь мы будем реализовывать сервисные настройки нажимаем ok ok можем сохранить проект загрузим проект контроллер нажимаем кнопку сервис переходим в окошко где мы можем настроить время и дату контроллера здесь можно изменить вот это вот части программа я скопировал из примера от конструкторского беру агава и что нам необходимо сделать еще вот мы перешли на это окошко но мы не можем вернуться наше главное меню для этого давайте зайдем нашу визуализацию стартовую то есть я условно назвал это главное меню это на стартовую визуализацию скопируем вот этот вот элемент визуализации зайдем визуализацию for main и вставим здесь наш объект визуализации пусть он пока будет вот здесь давайте откроем его свойства и здесь поменяем открыть открыть визуализацию будем открывать стартовую визуализацию ok ok сохраняем проект загружаем программу в контроллер пробуем нажать сервис и возвращаемся на к нашей стартовой визуализации снова попробуем зайти в сервис сервис заходим возвращаемся сохраняем и по привычке я сделал онлайн создать загрузочное приложение пишите пожалуйста в комментариях чем бы по вашему мнению еще можно дополнить эту программу я вижу одним из дополнений данной программы то есть нам можно ввести ограничения чтобы здесь невозможно было задать значение больше чем 24 часа больше чем 60 минут интервал также можно ввести какие-нибудь ограничения ну допустим не больше 60 минут и также думаю что есть смысл сделать ограничение в плане того что вот это вот время оно должно быть раньше чем заданное время здесь то есть любом случае сначала нужно включить досветку и только потом ее открыть ну давайте попробуем ввести ограничения уставка час заходим свойства и здесь минимальное значение 0 максимальное значение 23 уставка минута заходим свойства дальше выбираем конфигурация ввода одно нажатие конфигурация записать переменную минимальное значение 0 максимальное значение 0 окей здесь также свойства конфигурация ввода одно нажатие минимальное значение 0 максимальное значение 23 это у нас настройка час здесь в минутах зайдем свойства записать переменную минимальное значение 0 максимальное значение 59 так проверим здесь и давайте попробуем внести изменения загрузим нашу программу в контроллер вернее попробуем произвести настройки так отключимся и повторно подключимся пока у нас 17 минут но предположим мы решим ввести 60 то есть максимально 59 либо допустим мы введем какое-то другое значение ну допустим 70 минут то есть у нас не разрешается вводить значение больше пятидесяти девяти ну и также по времени если допустим мы введем допустим 25 часов тоже будут ограничения на этом наше небольшое видео завершаем спасибо